Мы сегодня с вами собрались по поводу Нового года. Я предлагаю вам сегодня написать письмо Деду Морозу. Лучше желание писать и никому не рассказывать. И не показывать, конечно. Иначе не сбудется. Мы идем на елку всей семьей, там празднуем, а потом идем домой. Там уже к нам приходит Дед Мороз, там подарки. Ну, как бы тоже. Рыбку. Рыбку? Ага. Какую ты хочешь рыбку, расскажи? Такую, золотую. Сейчас у нас уже 250 писем с желаниями от различных детишек. Это из малообеспеченных семей, из детских домов, из семей, которые являются опекунами детей. Они книжки просят, игрушки, краски, что-то для рукоделия. Привет, дорогой Дед Мороз. Меня зовут Виолетта, мне 11 лет. Я хочу набор для художества. Спасибо. Когда приходит Дед Мороз и дарит подарок, конечно, ребенок рад как бы любому подарку. И уже там не важно, что он просил. Вот. То есть это просто, ну, как бы счастье, сказка. Мы, конечно, стараемся корректировать вот эти все запросы, да. Потому что все-таки, ну, наши возможности ограничены. Подарок должен быть не дороже, там, 500-700 рублей. Дорогой Дед Мороз, подари мне, пожалуйста, автобус на пульте управления. Я вел себя хорошо и выучил стишок. Дед Мороз, если можно, подари моей сестре конструктор Лего. Она его очень хочет. А мне фарфоровую куклу. Такие желания написали Деду Морозу. Дети нашего города. Исполнить их достаточно просто. Для этого вы можете прийти в фонд «Сохраняй жизнь», выбрать понравившееся вам письмо и купить подарок, который уже специалисты передадут нужному ребенку в нужную семью. Или же можете написать им в интернете, узнать желание и исполнить его или перевести деньги насчет организации. Наталья Богданова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.